Осенний призыв начался в соответствии с указом президента России на месяц позже, с 1 ноября. Более 6 тысяч кубанцев пополнят ряды вооруженных сил России в нынешнем году. Мы побывали в Славянском военном комиссариате, чтобы узнать, как идет там эта важная и нужная работа. Краснодарский край в числе лидеров среди других регионов нашей страны, как по количеству новобранцев, так и по качеству их подготовки. Славянский район вносит свой достойный вклад в обеспечение обороноспособности страны. В Славянском гора и военкомате к идущему призыву относятся со всей ответственностью. Нашей армии требуется качественное молодое пополнение. Идущий призыв организован на высоком уровне. Как сообщил нам начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Славянского военного комиссариата Сергей Дьяченко, более 150 славянцев пополнят ряды вооруженных сил России по итогам идущего призыва. В основном они будут служить на территории Южного военного округа. Славянские новобранцы востребованы в воздушно-десантных войсках, военно-морском флоте, воздушно-космических силах, то есть практически везде. Города и виды войск все до единого, которые присутствуют в вооруженных силах. Особенности призыва, уходящие служить по призыву, в зону проведения специальной военной операции однозначно отправляться не будут. Там служат только по желанию, только контрактники. Поэтому матери, родственники могут быть совершенно спокойны. Призывники в зону СВУ не направляются. Срок службы по-прежнему остается год. Призванные славянцы будут нести службу достойно. Армия была и остается для всех школой возмужания. Она помогает в выработке характера, дает возможность приобрести многие ценные навыки. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа события.